Михаил Ковалев и Максим Костюков – давние соперники. Вот уже несколько лет они борются за титул лучшего шашиста города и региона. На первенстве Нижегородской области спортивная удача улыбнулась Максиму. Сыровчанин стал обладателем титула чемпиона. Мы всегда тренируемся и все время сталкиваемся. И у нас то ничья, то я выиграю, то он выиграет. После окончания турнира по классическим шашкам участники вступили в борьбу за чемпионство в быстрых программах. Сыровчанам не было равных в этой дисциплине. Михаил Ковалев привез домой сразу две золотые медали. Было сложно вблиться, потому что это было почти в один день. После того, как долго думаешь, надо быстро играть. Это сложно приключиться так. Когда мозг думает, руки должны делать, потому что у тебя время иначе кончится. Ты проиграешь. Еще одна воспитанница Дворца детского творчества Татьяна Пешихонова в турнире девочек по быстрым шашкам завоевала второе место. Татьяна неоднократно становилась чемпионкой нижегородских соревнований. В этом году для победы ей не хватило нескольких минут. Я в начале больше времени тратила, чем в конце. А потом в конце, когда там надо было делать мячу, я не успела. И упал в лаг, и поэтому мне зачитали поражение. Ну, и не хватало времени, где-то ошибалась. Побороться за призовое место на турнир приехали ребята со всей области. На этих соревнованиях проходит отбор на первенство страны. Подопечные Олега Васенькина в этом году уже обеспечили себе путевку на всероссийские соревнования. Для нас это очень большой успех. Но мы, в принципе, к этим успехам уже привыкли. Мы всегда на первенстве Нижегородской области в последнее время находимся в лидерах. В конце января на первенство Нижегородской области отправятся младшие подопечные Олега Васенькина. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.